Рад приветствовать на канале Коинпост. Биткоин похоже закрепился выше 11 тысяч долларов и самое страшное уже позади. Или нет? Сейчас наступает самый волнительный момент, когда нужно понять дальнейшее направление рынка, чтобы принять правильное решение. К сожалению, никто не может со стопроцентной гарантией сказать, какой будет цена биткоина завтра, через неделю, месяц или год, но есть различные инструменты и методики, с помощью которых можно попробовать составить прогноз движения курса первой криптовалюты и оценить какова вероятность его исполнения. Вот этим мы и предлагаем вам сегодня заняться, к тому же уже все фактически сделано, осталось только ознакомиться с результатами. В этом видео мы собрали прогнозы различных трейдеров, таких как Питер Брандт, Олесио Растани, Тон Вейс и других, чтобы вам не пришлось искать и сравнивать их по отдельности. И хотим попросить тебя, уважаемый зритель, оставить свой комментарий и написать, насколько удобен и интересен такой формат видео, так что ждем ваш фидбэк, а также лайки и подписки, что тоже очень важно. Мы начинаем. Начнем с прогноза, который является мечтой для большинства, кроме Джона МакКафи, ведь его спасет только миллион долларов за биткоин. А мы люди простые, нас вполне устроят и 100 тысяч долларов за одну монету. И именно такой долгосрочный прогноз сделал известный трейдер и теханалитик Питер Брандт. Он заявил, что за свои 45 лет занятия трейдингом еще ни разу не видел, чтобы в течение 10 лет было сразу 4 параболических роста. Биткоин не похож ни на один актив, и сейчас он видит в него потенциал дойти до 100 тысяч долларов. Кстати, Питер Брандт уже появлялся на нашем канале, и там он вместе с Олесио Растани рассказывал о том, что в теории мы можем дойти до цены в миллион долларов за биткоин. Кто еще не видел этот ролик, ссылка будет в описании. Еще один биткоин-бык, который раньше обещал нам коррекцию за коррекции, но теперь сменил гнев на милость и обещает продолжение роста биткоина до 14 тысяч долларов. Уверен, вы уже догадались, что речь идет о биткоин-гуру да Винчи, известном на нашем канале как хитрый жук. Он утверждает, что биткоин набрал огромный потенциал для дальнейшего роста, в чем во многом есть заслуга телевидения, которая снова стала вещать о криптовалютах. Привет и спасибо Цукербергу с его криптовалютой и фейсбук. И если мы не растеряем этот потенциал, то в ближайшее время биткоин дойдет до 14 тысяч долларов, а в сентябре да Винчи ожидает рост до 16 тысяч долларов. И замыкает нашу тройку биткоин-быков трейдер и почти биткоин-максималист Сани Декри. Он так вдохновился текущим ростом биткоина и пробитием уровня в 11 тысяч долларов, что даже готов отказаться от своих слов, о том, что нового максимума цены не будет до мая 2020 года, то есть до халвинга. О чем мы недавно рассказывали в одном из наших видео, про то, как понимать движение цены биткоина. И сейчас Сани Декри считает, что такого сильного параболического движения еще не было, и поэтому мы можем немного поломать закономерности цикла цены биткоина, то есть подняться до 20 тысяч долларов и пойти выше еще до конца 2019 года. Он не утверждает, что будет именно так, но считает, что такой вариант развития событий имеет очень большой шанс стать реальностью. Напиши в комментариях, чей прогноз из наших биткоин-быков тебе понравился больше остальных, а мы переходим к злодеям криптовалютного мира, то есть к трейдерам-медведям. А начнем мы с почти биткоин-максималиста Сани Декри. Что? Мне сейчас хочется посмотреть в глаза нашему сценаристу, но давайте продолжим и посмотрим, как он будет выкручиваться. Вам не послышалось, трейдеры вообще люди непостоянные и могут в один момент превратиться из быка в медведя. К счастью, Сани Декри не такой, и чтобы это доказать, он записал видео, в котором рассказал, как текущий рынок биткоина не может являться самой грандиозной медвежьей ловушкой. Он привел ряд примеров и указал на тот факт, что уже были периоды, когда медвежьи индикаторы показывали приближение разворота рынка, но цена продолжала уверенно идти вверх. Также он утверждает, что на рынок пока еще не хлынул поток свежей крови, а значит те, кто покупает сейчас, полностью отдают себе отчет и готовы не продавать биткоин, пока он не улетит на луну. А занесли мы этот прогноз в медвежьи по той причине, что по мнению Сани Декри мы уже прошли стадию рыночного цикла под названием умные деньги, и сейчас находимся в стадии институциональных инвесторов, когда в актив заходит крупный капитал. И вот как раз после этой стадии обычно наступает сильная коррекция. Так что не расслабляйтесь и будьте готовы ко всему. Следующим нашим медведем станет Тон Вейс. Как говорится, куда же без главного биткоин-мишки, когда делаешь невеселые прогнозы курса. Как ни странно это прозвучит, но Тони настроен по бычи и ожидает, что биткоин может продолжить расти и дальше, поднявшись вплоть до 15 тысяч долларов. Он объясняет, что ждал коррекцию от 6 тысяч, потом от 9 и сейчас тоже ждет разворота рынка и сильного падения. Тон уверен, что с большей вероятностью восходящий тренд биткоина продолжится и 11 тысяч, это лишь временная остановка, а настоящая вершина дальше. Но он все равно не откажется от медвежьих взглядов и будет ставить на обязательный разворот рынка, потому что на данный момент, по мнению Тони Вейса, у биткоина нет фундаментальных причин для этого ралли. Следовательно, рано или поздно мы увидим сильный откат и произойдет он до установления нового максимума цены. И только после того, как биткоин снова рухнет, можно будет начинать строить планы на Тузимун. И замыкает нашу тройку сегодняшних биткоин-медведей трейдер Олесио Растани, который раньше обещал нам биткоин по 30 тысяч долларов в 2021 году, а потом очень удачно предсказал взятие уровня в 10 тысяч. Что интересно, что оба эти прогноза он сделал при помощи волновой теории Эллиота, а теперь с ее помощью он предсказывает возможное падение и пробитие нового дна. Но как объясняет Олесио, профессиональный трейдер должен быть готов к любым неожиданностям, и поэтому нужно разбирать даже самые невероятные и нежелательные прогнозы. Именно так он и поступил, когда высказал предположение о том, что мы сейчас находимся на медвежьем рынке. Ведь в волнах Эллиота сначала идут 5 фаз роста, а потом наступает медвежий рынок, который имеет 3 волны. И если предположить, что в 2018 году у нас была первая медвежья волна, то сейчас цена должна отскочить от ложного дна и подняться примерно на 50% от последнего максимума. А в некоторых случаях такой отскок может даже обновить максимум цены, после чего курс резко разворачивается вниз и падает на новое дно. В случае с биткоином это будет пробитие уровня в 3 тысячи долларов. Сценарий, честно говоря, пугающий. Но если подумать, то чем ближе мы подбираемся к 20 тысячам долларов, то тем больше соблазнов продать у тех, кто заходил на хаях в декабре 2017 года. И если там сидит какой-то крупный покупатель, который смог пережить 2018 год, и он захочет резко выйти, то может спровоцировать резкую коррекцию курса своими продажами. Дальше продавать начнут те, кто покупал по 4, 8 и 10 тысяч. А потом цену будет просто не остановить, потому что начнутся панические распродажи. На этот прогноз от Олесио Растани уже отреагировал хитрый жук да Винчи. Он считает, что подобный сценарий невозможен в принципе, но если он вдруг произойдет, тогда да Винчи собирается взять все свои деньги, продать дом, продать машину и на всю котлету зайти в биткоин, потому что дальше в любом случае будет Тузимун и нельзя упускать такую возможность закупиться дешевыми биткоинами. Напиши в комментариях, на чьей ты стороне, на стороне быков или медведей, и сможет ли биткоин в этом году установить новый максимум цены. Также напоминаю, что мы ждем твоего фидбэка по этому ролику, поэтому пиши, что думаешь, ставь лайки и жми на кнопку подписаться. А на этом сегодня все, спасибо за просмотр канала Криптовалюта Коинпост, подписывайся и просвещайся.